Здравствуйте, друзья! С Вами Киберпоп и мои ответы на Ваши вопросы в социальной сети Елицы. Первый вопрос. Прошу Ваших молитв, подсказки с тяжелым искушением, которое меня постигло. На днях обратил внимание на слова книги Исход. В первой главе говорится, что фараон начал угнетать евреев тяжелыми работами, и они построили фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Проблема в том, что историки указывают, что эти города были основаны в 1278 году до н.э., то есть 13 век. В то же время церковь указывает, что Моисей жил в 15-16 веках до н.э., значит, задолго до определенной историками даты. Основание этих городов. Более того, в Писании сказано, что от исхода до начала правления Соломона прошло 490 лет, то есть однозначный исход был в 15 веке до н.э. До даты основания Пифом и Раамсеса тогда камень преткновения, ведь в Библии Слово Бога ошибок быть не может. Да, ну и тут тоже еще один вопрос такого же примерно содержания по Библии. Я, знаете, во-первых, хочу сказать, что вряд ли я Вам смогу ответить на этот вопрос, просто потому что я с Библией знаком не настолько глубоко, чтобы что-то тут с датами. Я вот во всем этом не копался. То есть я ее знаю хорошо, я ее читал много-много раз, вдоль и поперек, что называется, но с данными науки не сопоставлял. И хронологию не помню так, приблизительно только. Поэтому Вам с этим вопросом лучше обратиться к какому-нибудь священнику-библеисту, который любитель поковыряться в Священном Писании, что называется, глубже, чем это необходимо. То есть я здесь некомпетентен просто-напросто. Это первое. Второе. А чего это Вас так беспокоит, собственно? Сплошь и рядом есть и, наверное, будут места в Священном Писании, которые не соответствуют данным науке. Проходит там сколько-то лет, потом ученые сначала указывают, верующих тыкают в это несоответствие. А вот видите, у Вас здесь несоответственно, а вот наука открыла. Через какое-то 10, 20, 30, 40, 50 лет проходит, хлоп, что-нибудь открыли, и ученые сразу замолчали, потому что, оказывается, Библия была права. Так что это сплошь и рядом происходит, и не один раз уже это было. Те, кому нравится в этом всем ковыряться, пусть они ковыряются, изучают, пусть ученые что-то доказывают, спорят, сходятся, расходятся. Вам-то зачем это? Если Вы хотите поковыряться, тогда вперед, открывайте книжки толстые и давайте, изучайте что-то там. Так что, мне кажется, здесь я не вижу вообще, для чего это нужно. Есть семья, дети, работа, Вам разве нечем заняться? Ну, в конце концов, и духовная жизнь, столько проблем и с молитвой, и с покаянием. Лучше, может быть, посмотреть порядок богослужения, с церковнославянским языком что-нибудь подтянуть, чем вот такие тонкости копаться там. Может быть, с датировкой что-нибудь не то. Но, точнее, я Вам не могу ответить на этот вопрос. Я думал Вам написать, просто ответить письменно, но не хотелось. Думаю, подожду, лучше отвечу на камеру, потому что эмоции трудно передать в письменном виде. Следующий вопрос. Говорят, что когда молишься, нельзя представлять Бога и Божью Матерь. Но говорят, что думай о Божьей Матери, о Боге на молитве. Так как быть? Представлять нельзя, фантазию включать нельзя. Мы должны сосредоточиться на том, что мы обращаемся в свои молитвы к Богу мысленным взором, так сказать. Не представляя Его себе, не рисуя в фантазиях Его себе, а просто вот мы к Богу обращаемся, без всяких образов. А рисовать себе, например, Господа Бога, сидящего на престоле, в облаках, окруженным Серафимами, Херувимами, или Божью Матерь, которая стоит на воздухе и держит покров, или еще что-нибудь подобное. Вот это вот нельзя. Потому что в итоге вы начнете молиться не Господу Богу, не Божьей Матери, а своим собственным фантазиям. А вообще думать о Боге в том смысле, что держать в уме, что вы вообще-то к Богу обращаетесь, а не просто так словами сотрясаете воздух. Это нужно. Как этому научиться? Вы сначала научитесь держать ум в словах молитвы. То есть, когда вы читаете молитву, чтобы вы умом понимали, о чем идет речь, чтобы у вас ум был заключен в слова молитвы. Когда это произойдет, когда ум у вас там будет, тогда уже постепенно он поднимется к Богу, и будет нормально тогда. Следующий вопрос. Подскажите своего опыта, как сделать свою девушку счастливой? Какие основные ошибки допускают молодые люди в общении с девушкой до женитьбы? Я тоже, как и на первый вопрос, наверное, не смогу вам здесь ничего сказать, потому что я в этом вопросе некомпетентен, так же, как и в первом вопросе. Я в своей жизни ухаживал только за одной девушкой, моей собственной женой, буквально два дня всего. Потом я сделал ей предложение, и все закончилось очень быстро свадьбой. Я, в общем, человек такой. Пришел, увидел, победил. Поэтому вот этот букетно-конфетный период я, в общем-то, как-то проскочил, и из своего личного опыта вам ничего тут сказать не могу. Но как сделать свою девушку счастливой? Сделайте ей предложение. Я думаю, она будет счастлива, даже если она вам откажет. Просто потому, что девушке приятно, что ей сделал кто-то предложение. А вообще-то совет вам такой. Вы с этим вопросом лучше обратитесь к самим девушкам. Они уж-то вам авторитетно и компетентно скажут, чего им не нравится, какие ошибки делают молодые люди, когда за ними ухаживают. Мне кажется, вам лучше к кому-нибудь так обратиться, по дружбе вам расскажут. Это будет правильнее, понятнее и точнее. А я не знаю. Следующий вопрос. Надоели молитвы, утренние и особенно вечерние? Приелись, что ли, лень читать правила, каждый день одно и то же, в одном и том же порядке? Дума может заменить молитвы? Священник сказал, мало ли, что тебе не нравится. Надо себя понуждать. Тогда им цена больше. Эти молитвы читали святые, они установлены церковью. И вообще, каждый православный христианин должен это правило выполнять. А уж после него молись, как хочешь. А это разве не фрамализм? Прочитал правила, потому что надо, при этом думая, поскорее бы их прочитать. Вопрос серьезный. Сталкиваемся с такой проблемой. И не только вы сталкиваетесь, все мы сталкиваемся рано или поздно с такой проблемой, что приедаются молитвы, молитвенное правило. Тяжело становится их читать. Но, в общем-то, проблема не в молитвах, а в нас. На самом деле. Поэтому, если вы смените, поменяете, вы себя-то не поменяли. Все осталось на своих местах. То есть, в этой ситуации нужно поменять себя. И тогда все будет хорошо. А если молитвы менять, но себя все время оставлять в одном состоянии, то что толку? Проблема не в том, что приедается. На самом деле, в них глубина необъятная в этих молитвах. Литургию, которой мы служим Иоанна Златоуста, ей 17 столетий, по сути дела. И ничего не меняется. Ну, там меняются, дополняются тропари, например, что-то. Новые святых прославляют. И когда им память совершается, то эти тропари исполняются. А остальное все остается неизменно. Тропари кондаки. Остальное все не меняется. Веками. И исчерпать эту глубину невозможно. Потому что содержание этих молитв такое глубокое, что, если действительно молиться, то задевает в душе все те струны, которые, в общем-то, можно только задеть. И ничего лучшего за это время не придумали. Точно то же самое касается и вечерних, и утренних молитв. То, что мы их субъективно оцениваем как уже надоевшие, это еще не значит, что в них действительно мы исчерпали всю глубину. И, в общем-то, там ничего уже интересного для нас не осталось, нам нужно двигаться дальше. Как раз наоборот, это означает, что мы стали на них смотреть очень поверхностно и перестали замечать в них то, что там вообще есть ценного. И это печально. Поэтому, в общем-то, я согласен со священником, который, в общем-то, вас так попытался вразумить и наставить на пусть истинной, что не надо ничего менять, молись вот этими правилами и все на этом. Только единственное, что я другими словами все это сказал, но, по сути, я с ним абсолютно согласен. Вам нужно пересмотреть свою практику молитвы как-то коренным образом, подойти совершенно иначе к молитве и глянуть на эти тексты совершенно другими глазами. Получается, знаете, какой бы такой пример привести? Мне удобно с музыкой почему-то в данном случае, с молитвой почему-то музыкальная аналогия приходит на ум. К примеру, вам предлагают какое-то музыкальное произведение, которое является шедевром. Вы должны его изучить на музыкальном инструменте. Вам предлагают вот это музыкальное, вот это, это, это и вот то. Надо достигать в этом какого-то совершенства. Вы начинаете это играть, но не увидели там никакого совершенства, и вам не хочется, и вам вообще как-то все это кажется неинтересным. Ну и вы лучше, амурку можешь, да, как вот в этом фильме, лучше что-нибудь вот этакое, попроще и поближе. Но себя надо поменять, щелкнуть. Сказали, вот это ценно, значит ценно, потому что на самом деле ценно. Короче, здесь нужно потрудиться. И, может быть, пересмотреть практику молитвы, ну, хорошенечко так пролистать ее, да? Может быть, уменьшить объем, оставить там, например, начало-конец, но какие-то молитвы середины убрать пока. Но зато вот это начало-конец оставить так, чтобы, эх, чтобы ум никуда не рассеялся, чтобы сосредоточиться на качестве, а потом туда потихонечку обратно возвращать понемножечку. Может быть, так. В общем, помощи Божьей вам. Вопрос такой вот в одном из предыдущих выпусков, по-моему, или просто я так ответил насчет дать займы. Меня спрашивали, дать займы или не дать займы. Я сказал, что это вопрос не религиозный, решайте сами. И вот здесь просит уточнения. Отвечать, что дать или не дать займы, знакомый вопрос не является религиозным, решать тому, кого просят. Дальше цитата. И от хотящего занять у тебя не отвращайся. Евангелие от Матфея. Господь нам велел так поступать. Я считаю, если есть деньги лишние, нужно давать в долг и, мало того, не ждать отдачи. Так и только так поступает в своей жизни настоящий христианин. Хотел узнать ваше мнение о вышеизложенном. Я не изменил свое мнение о вышеизложенном. Я как считал, что это не религиозный вопрос, так и продолжаю считать. Потому что, смотрите, вы пишите, я считаю, если есть деньги лишние, нужно давать их в долг и, мало того, не ждать отдачи. А кто вычисляет и кто принимает решение, лишние это деньги или не лишние? Это не религиозный вопрос. Это, опять же, субъективно вы оцениваете, лишние это деньги, не лишние это деньги. Вы решаете сами, лишние они у вас или не лишние. У некоторых людей этих денег, не знаю, огромное количество, но они не считают их лишними. А у кого-то, может быть, там и небольшая сумма, но он говорит, ну, мне вот это уже лишнее. Это все очень субъективно, эти вопросы не религиозные. Что касается прямого указания Господа, от хотящего занять не отвращайся, это нравственные ориентиры. Господь указывает нравственные ориентиры. Но это не значит, что обязательно мы должны так поступать. Другой пример. Ударившему тебя в правую щеку, подставь и другую. Там же написано, в Евангелии от Матфея. Ударившему тебя в одну щеку, подставь другую. Но сам Господь, когда Его ударили на суде у первосвященника, Он не подставил другую. А сказал, что если я говорю плохо, скажи, где плохо. Если я говорю хорошо, то за что ты меня бьешь? То есть обличил бьющего. Так что Христос сказал одно, сделал по-другому. Это о чем говорит? О том, что надо с умом подходить ко всему. Вот так и здесь. В другом месте ему говорили, что рассуди нас с братом, он не хочет со мной разделять имение. Господь сказал, кто поставил меня судьей между вами? То есть это не мое дело. Так и здесь. Это не мое дело. Дать займы, не дать займы, это вы решаете сами. Лишние у вас деньги или не лишние. Имеете вы возможность, не имеете. Это ваше решение. Вы принимаете, и вы за него несете ответственность. Но не я. Следующий вопрос. Помогите справиться с моей проблемой и бедой. Жизненная проблема. Не могу полюбить свекровь. Живем с мужем уже больше десяти лет. У нас детки. Но отношения с его мамой всегда натянуты и холодные. Всегда чувствую ее в своей семье. Она упорно тянет сына к себе, иногда даже не считаясь тем, что у него уже своя семья. И делает это за моей спиной, так как знает, что я противлюсь этой ее позиции. Как-то давно она мне сказала, что он ей сын, и он всегда будет с ней и у нее. Я пыталась не вспоминать обид, делать дела любви по отношению к ней, но рано или поздно я срываюсь, бывает даже нагрублю. И чтобы этого не было, я стараюсь реже с ней общаться, тогда мне легче. А она упорно ищет общение. Когда едем к ней с мужем, я уже заранее нервничаю, раздражаюсь. А когда уезжаем, как будто камень с души падает, как на свободу вырвалась. Муж всегда маму защищает, на моей стороне не бывает. Рассказывает ей о наших семейных делах, что я пытаюсь не выносить. То есть, вы этот ссор из избы не выносите, а он... И это он делает, чтобы я не знала, то есть потихонечку от вас. Но всегда все открывается. Знаю, что проблема во мне. Не факт. Очень много страстей, которые живут во мне, они не дают нормально принимать свекровь. Страстей и в муже вашем хватает, и в свекрови вашей хватает, во всех хватает. И все мои люди грешные. Знаю, что должна терпеть, смиряться, понимать, что она мама мужу, но не могу. Как себя переломить? Я думаю, не надо себя ломать. Я очень упертая, это, кстати, хорошо, что вы упертая. И у меня сложный характер, а вот это уже не очень. Пытаюсь исправляться, но не выходит. У свекрови много достоинств. Я многому даже научилась у нее с начала нашей семейной жизни, пыталась мамой называть. Но она мне дала понять, что я ей не дочь. И теперь вот так все плохо. Хочу справиться с этой бедой, не хочу груза на душе. Понимаю, что ее не исправить. Она так и будет вмешиваться. Надо мне исправить свои отношения. Но как? С мужем разговоры на эту тему приводят к ссорам. Он меня не понимает. Она ведь ему мама, его понять можно. Помогите разобраться. По порядку давайте так. Муж ваш всегда защищает маму. На вашей стороне не бывает. Это неправильно. Он поступает нехорошо. Самое лучшее, как может здесь мужчина поступить в этой ситуации, это как поступил в свадьбе в Малиновке. Дед Щукарь, который с молоком не разобрал, сладкое или кислое. Чаще всего все склоки имеют женский характер. Мужчине лучше всего занять нейтральную позицию. Это правильнее всего будет и эффективнее всего. Хотя, вообще-то, иногда надо за жену заступиться. Перед матерью за жену заступиться и сказать свое слово. Мам, я тебя люблю, ты мне мать, спасибо тебе большое. Я безмерно благодарен тебе за все, но она моя жена. И пожалуйста, ее не обижай. Зачем ты ее обижаешь, ты меня обижаешь? Она моя вторая половина. Это мой выбор. Я ее люблю и все на этом. Поэтому давай мы тему закроем и все, и не будем к ней возвращаться. Сразу все проблемы уйдут. Она, конечно, еще пофыркает, пообижается, но ситуация сразу переломится. И будет приобретать более правильный характер. Но я так полагаю, что от мужа этого добиться вам будет достаточно сложно. Но можно, у вас просто другого выбора нет. Что касается свекрови, вы тут не уточняете, но что-то мне подсказывает, что он у нее единственный сыночек. Может быть, она вырастила одного и любит его несколько больше, чем того требуется. И это даже неправильная любовь какая-то. А вы, в общем-то, в ее глазах негодяйка, которая забрала у нее любимую игрушку. Вот и все. Пришла, понимаешь, какая-то, не пойми откуда. И то у нее не так, и это не так. И вот это она не умеет, и ты вообще не пойми какая. И увела моего сыночка, и она вообще неправильная. Вот вы ее в ее глазах. И ее исправить невозможно. Вам себя переломить, как вы здесь пишете, как себя переломить, бессмысленно. Потому что, что бы вы ни сделали, как бы вы ни поступили, сколько бы вы ни отступали, вы все равно будете виноваты. Все равно это ни к чему не приведет. Потому что это только повод. Вот кажется, ну хорошо, ладно, еще вот в этом месте я еще шажочек назад сделаю, еще чуть-чуть. Но это не приводит к облегчению. С той стороны человек не остановится и не скажет, все, дальше я вот за эту черту не пойду. Хорошо, все, я здесь остановился, на этой черте я буду стоять, и все. Все, я свое отвоевал, я доволен, и все. И как бы достигнут консенсус. Пусть там у вас маленькое какое-то пространство, но остаться нет. Она все равно, вы сделаете шаг назад, отступаете в своих интересах, она будет делать шаг вперед, тут же занимая вашу территорию. Вы еще шаг, она еще шаг вперед. И это будет до тех пор, пока вы вообще не упретесь, куда дальше уже некуда. Так и будет. Поэтому это просто закон природы, что ли такое, она не остановится. Ну, вы простите мне вот эту аналогию, мне сейчас просто на слуху вот это все сидит, поэтому приведу такую параллель. Это ситуация с Крымом. Вот Россия аннексировала Крым, и все, и на нас санкции, и на нас не знаю чего, и давит, и дает, и Россия такая, и Россия сякая, и плохая, плохая. Отдайте Крым. Уйдите из Донбасса. Что бы мы ни сделали. Уйди, там нас и нету, но уйти из Донбасса, не знаю, хоть в лепешку расшибись. Крым отдай назад, еще бантиком повяжи, и еще туда денег дай, еще не знаю сколько, триллионы отдай, и вообще свою территорию, половину еще отдай в придачу с Крымом. Все равно ты будешь плохой, все равно, потому что дело не в Крыме, так же и у Вас бесполезно. Вам это нужно просто признать как факт и прекратить отступать. Теперь насчет мужа, возвращаюсь. В Вас единственное, что Вы можете сделать, это повлиять на своего мужа. Причем, повлиять нужно правильно. Вы должны сейчас попытаться взглянуть его глазами. У него кучерявая ситуация, очень хорошая. Он живет в раю на самом деле. Это у Вас там проблемы, у него никаких проблем. Потому что у него есть две женщины. Одна его любит, безусловно, и вообще принимает его. Стелется там, она его и кормит, и там еще что-то. Это его мама. Он может туда приехать, она там вокруг него, дышит на него, не дышит на него. Пылинки с него сдувают, и все, он прям замечательный, и хорошенький, и все, ему там хорошо. Единственное, что ему там плохо, он не может с ней иметь интимных отношений, потому что это его мама все-таки. Тогда он приходит во второй своей маме, это Вы. А с Вами можно. Вот он и получает на два фронта все удовольствия и красота. Просто красота. И фактически он выбирает не между мамой и женой, а между двумя мамами. Вам нужно дать ему почувствовать, что вообще-то он мужчина, и с Вами он мужчина, а не сын. И тогда ему придется выбирать, где ему комфортнее чувствовать себя с Вами мужчиной или с мамой сыночком. И нужно сделать так, чтобы он полюбил ощущение, что он мужчина, что он принимает решения, что он должен заботиться. Ему должно понравиться это больше, чем быть маминым сыночком. И тогда он выберет Вашу сторону. Вот и все. На самом деле Вы потратите очень много сил. Но лично я других вариантов действий Ваш не вижу. Как Вы это сделаете, понятия не имею. Я в этих делах уже не специалист. У женщин там свои какие-то инструменты. Так что подумайте, переварите всю эту информацию хорошенько. И действуйте. Вам нужно перестать отступать. Занять очень сдержанную позицию в конфликт и стараться не вступать. Не перетягивать Вам мужа, а ей сына. Не перетягивать как канат, потому что Вы его порвете. А создавать такую ситуацию, когда между двумя мамами, если Вы будете тянуть, то Вы его порвете. А если Вы будете тянуть, она как мать, а Вы как жена, как женщина. Вот тогда Вы можете одержать. Он тогда будет выбирать не между двумя мамами, а между мамой и своей женщиной. Вот так. Просто так его уговаривать, что-то ему объяснять. Боже упаси, Вы ему ничего не объясните. Нужно действовать так, как женщина действует, а не так, как мужчина. Что-то объяснять – это мужчины любят объяснять. Они что-то объясняют, что-то словами. Они действуют через разум. Женщины действуют через сердце. Вы должны действовать через сердце, а не через разум. Боже упаси, с ним говорить. Все должно быть очень дипломатично, тактично, по-женски. А как? Не знаю, это уже не ко мне вопросы. У меня тут борода, я не женщина, я не разбираюсь в этом деле. Следующий вопрос. Хотели назвать ребенка именем недавно умершего от болезни папы? Можно ли так или все-таки не рекомендуется? Ведь ему нет еще и года со дня смерти. Ну и что, если Вы назовете, и что? Мы вообще всегда называем младенцев в честь умерших. Всегда. Только мы называем не в честь умерших родственников, а в честь святых. Но святые же тоже люди, которые жили, умерли, достигли Царства Небесного и там с Богом живут. Мы в честь них называем, чтобы они были небесными покровителями. И чего Вы боитесь называть в честь умерших? Странный Ваш страх. Я Вам такой совет дам. Вы назовите не в честь Папы, а в честь святого, но чтобы имя такое же было, как у Папы. Вот это будет, например, если Папа был, допустим, Николай, ну назовите в честь, допустим, Николая Чудотворца, у него будет небесный покровитель Николай Чудотворец, но имя будет созвучно, то есть совпадать с тем, который был у Вашего Папы. И все, вопрос исчерпан. Вообще, это у Вас на ровном месте споткнулись абсолютно. И тут еще похожий вопрос по поводу имен. Он услышал о мнении, что называть ребенка в честь святого – это гордыня, а в честь Богородицы вовсе грех. Имеется в виду, когда не просто называешь ребенка, а именно выбираешь имя в честь конкретного святого. Это очередное суеверие? Это очередное суеверие. Я вот сейчас только говорил и Вам повторяю, что мы, естественно, называем детей в честь святых. Это такая практика, древняя практика Церкви. Всегда так было, так есть и, наверное, так будет. И считать, что это гордыня – это какое-то ложное смирение. Что касается в честь Богородицы, в общем, да, в честь Богородицы не называют. Традиционно в честь Богородицы не называют и не называют в честь Иисуса Христа. А в честь остальных святых называют. Так что грехом, конечно, не является, но это просто не в традиции. Потому что Божья Матерь, она всем нам небесная заступница, покровительница, называйте в честь святых. В конце концов, если хотите назвать, например, девочку Мария. Ну, есть Мария Египетская, да и другие тоже Марии есть, в честь которых можно назвать девочку Марии. Преподобная Мария, мать Сергия Радонельского. Не проблема вообще, но не в честь Богородицы. Следующий вопрос. Мне предложили стать крестной матерью, но я, встречаясь больше двух лет с мусульманином, задумываемся о свадьбе. Если это произойдет, то мне придется принять его веру. Следует ли мне отказаться от становления крестной? В общем, я Вам так скажу. Однозначно, да. Однозначно Вам следует отказаться от того, чтобы стать крестной. И объясню причину, почему. Но причина для Вас может быть неожиданная. Если Вы задумываетесь о том, что придется Вам принять его веру, значит, Вы не христианка. Вы, может быть, там галочку поставили, что Вас когда-то там в детстве крестили, но как христианка Вы нулевая. Не христианка Вы. Просто ноль. Поэтому какая с Вас крестная? С Вас вообще никакой крестный. Поэтому Вам однозначно нужно отказаться, брать на себя вот это дело. Ну и так Вам, можно сказать, по-дружески еще. Продолжу мысль и скажу так, что если Вы сейчас выходите замуж за мусульманина, потом принимаете его веру, становитесь мусульманкой. Потом, через несколько лет Вы разведетесь с мусульманином, выйдете замуж за христианина. Вы вновь примите христианство? Или Вы выйдете замуж за какого-нибудь буддиста? Примите буддизм? Но это что за детский сад? Есть вещи, которые выше замужества и еще чего-то. Мужей может быть у Вас несколько. И такое, и сякое, и розетки. И что Вы каждый раз будете веру менять? Ну и какая же Вы тогда верующая? Грош цена, и христианка Вы тогда нулевая, и мусульманкой такой же будете нулевой. Вот об этом подумайте на досуге. Много раз бывало так, что наши женщины выходили замуж куда-то там или брали их в плен еще во времена монгольского ига или в других войнах. Из-за католиков замуж выходили, из-за мусульман замуж выходили, но хранили веру православную вопреки всему. Потому что вера – это дороже жизни, а Вы ее хотите променять на мужа. Я думаю, что и Мулани будет рад такой мусульманке, как и священник не рад такой христианке. Жесткий Вам ответ, но зато есть над чем подумать. А поскольку вопрос не для публикации, и Вы спрашиваете, как аноним, я думаю, можно было бы еще жестче Вам что-нибудь сказать в догонку. Так, следующий вопрос. Возникли некоторые вопросы. Первый. Я очень люблю ходить в храм. Иногда среди недели у меня появляется возможность прийти на вечернюю службу, но я там оказываюсь одна из прихожан. И вот получается, священник, еще и часто тот, у кого исповедуюсь дьякон, да я. Я ужасно стесняюсь, что стою одна, и все мысли только об этом. Может, мне не ходить среди недели, когда людей нет? Да нет, а что же Вы? Красота. Приходите, молитесь, замечательно. Чего? Никого нет, Вы молитесь. Одна в храме. Красота. Чего Вы смущаетесь этим обстоятельством? У нас некоторые приходы сельские, до того малочисленные, что священник на службе вместо «Мир всем» говорит «Мир Ти», то есть Тебе, а оттуда и духове Твоему. Вот так. Священник и жена его, она там в храме, а он в алтаре. Все, больше никого. Если придет такая вот прихожанка, как Вы, и станет стоять там в храме, так это им радость, что кто-то хоть пришел вместе с ними молиться. А Вы еще смущаетесь, может, не уйти. Тем более, еще и часто тот, у кого исповедуется. Тем более, Вы у него исповедуетесь и числитесь, наверное, как у него духовное чадо. Он видит, что вот, мое духовное чадо приходит, молится. Так ему радостно? Чего же Вы смущаетесь? И еще тот же вопрос. Очень люблю своих друзей, и они меня тоже, и мне с ними весело. Но после того, как мы пообщаемся, мне тяжело снова обретать внутренний духовный настрой. Все как будто заново надо начинать. Как правильно это делать? Я, наверное, рецепта не скажу, как правильно это сделать, но скажу, что, в общем, по моему мнению, Вам не следует ничего менять. То есть, Вы также общаетесь с друзьями, Вам они нравятся, они Вам нравятся, Вам с ними весело, хорошо, ну и встречайтесь. Господь Вас сам как-нибудь потом разведет, если это нужно, и как-то Ваше общение само по себе трансформируется. Кроме того, Вы постепенно пообщались с ними, потом опять духовный настрой себе вернули, потом опять с ними пообщались, потом опять вернули. Постепенно у Вас будет все быстрее и быстрее это получаться, а потом в какой-то момент это срастется в какое-то единое целое более-менее, и все. И проблема исчезнет сама собой. Просто Вам нужно научиться, но как научиться, если Вы не будете это делать? Так что, я думаю, что ничего страшного. Со временем все произойдет, нормализуется. Следующий вопрос. Встречаюсь сейчас с православной чистой девушкой, не нарушая заповедей. Мне нравится она, подходит для семьи, добрая. А на работе мне сейчас начала усиленно проявлять знаки внимания другая девушка, не православная. Стал замечать, что с каждым днем ее намеки становятся все сильнее. Она специально передо мной показывает свое декольте. Приходит в мой кабинет расчесываться, крутиться и рассказывает истории запретного характера. Интересно, интересно. Причем она знает, что я встречаюсь с девушкой. Я об этом специально открыто говорил. Ага. Стали появляться блудные помыслы. Ага. Значит, у нее все-таки получается, да? Как могу, стараясь избегать разговоров, отвлекаясь от улова к работой? Могу ошибаться, но есть чувство, что такой человек склонен к нехорошим поступкам в случае моего резкого отказа. Что делать, подскажите? Их сейчас я Вам подскажу. Так, я оставлю Ваш вопрос без публикации, чтобы Вас сильно не смущать. Но, вообще-то, сейчас Вы получите по полной программе. Так, читаю еще раз. Встречаюсь сейчас с православной чистой девушкой, не нарушая заповеди. Что за формулировки? Что за замахи с православной чистой девушкой? И посмотрите в свою душу, а для чего Вы это написали? Для того, чтобы сформулировать Ваш вопрос, вот этих данных совершенно не нужно. Вы могли написать так, что встречаюсь с девушкой, она мне нравится. Точка. Все. А характеризовать ее совершенно не было никакой необходимости. А Вы такие характеристики даете, что она православная и чистая. Что за прилагательные? И вот она-то у Вас чистая, а у Вас-то уже блудные помыслы побежали. Стали появляться блудные помыслы. Побежали? Ага. Значит, она чистая, а мысли у Вас уже. Это что такое? Подумаешь, там пришла какая-то другая девушка, покружилась перед Вами, причесалась и рассказала что-то. И у Вас уже все. Поехала уже. А девушка чистая. Вот мне ее жалко становится, эту девушку Вашу, что Вы так ее характеризуете, для чего непонятно. И Вы ее либо любите, либо нет. А вот такие замахи, они что-то настораживают и говорят, а что это у Вас в душе вообще творится? Да. И насчет подходит для семьи тоже как-то. Ладно, дальше. На работе мне сейчас начала усиленно проявлять знаки внимания другая девушка неправославная. Без разницы, православная, неправославная. Какая разница? Что, если бы она была православной, то что-то бы изменило, что ли? Ничего не меняет. И Вам может, во-первых, казаться, что она проявляет знаки внимания. Ее намеки становятся все сильнее. Вполне, может быть, она вовсе никаких намеков Вам не делает. А просто, может быть, шутит над Вами. Вполне. Поскольку Вы так это все реагируете, отвлекаясь от улова к работе. Могу ошибаться, есть чувство, что такой человек склонен к нехорошим поступкам в случае моего резкого отказа. Но вот это чувство, может быть, Вас не подводит. Может быть. В любом случае, отказывать женщине – это опасно. В любом случае. Что делать – подскажите. Вам нужно притвориться наивным простачком, который просто ничего не понимает, что происходит и относится ко всему с недоумением. Просто не обращайте внимания. Думайте, что так. Ну, подумаешь, пришла, покрутилась тут, расчесалась, убежала, показала Вам свое декольте, еще что-то показала. Ну, пожали плечами и дальше работает. Не замечайте ничего. Даже если она прямо уже будет что-то говорить, делайте вид, что Вы ничего не понимаете. Мне кажется, такая техника гарантированно может защитить Вас. Она через какое-то время подумает, что Вы болван, и просто от Вас отстанет. Вот и все. Что и требовалось доказать. Но меня больше беспокоит не то, что она делает какие-то резкие движения, а то, как Вы относитесь к своей девушке, с которой встречаетесь. Подумайте хорошенько, почему Вы так. Мне такое ощущение, что Вы будущий жуткий ревнивец, который и сам себя будет изводить по малейшему поводу, и своей девушке жить не давать. А у Вас у самого крыша уехала от того, что тут девушка какая-то перед Вами крутится. Следующий вопрос. Прокомментируйте недавние события нападения на праздник радиостанции «Серебряный дождь». Я вот смотрю на то, что сделал отец Андрей Смирнов и его паства, и у меня как-то это вызвало недоумение. Что за ерунда? Еще на торфянике в парке хотят построить храм, вопреки законам РФ о землях. Какие-то православные штурмовики-активисты. Я таким православие впервые вижу, и по-честному это отталкивает от веры. Я подробностей никаких не знаю от этого всего мероприятия. Специально ради того, чтобы прокомментировать, я посмотрел в интернете, что там о нем пишут. Разобраться там, кто прав, кто виноват – это совершенно бессмысленное занятие. Вроде православные говорят, что мы просто пришли, попросили и ушли, а там раздули это в невероятную историю. Те с точностью до наоборот все говорят, что ворвались, вели себя по-хамски. В общем, каждый обвиняет, одна сторона, другую сторону обвиняют, и разобраться в этом довольно-таки сложно. Поэтому по самому действию я ничего не скажу. Но я расскажу вам историю, которую я узнал здесь, когда меня сюда направили служить. Вот в это село, где я служу. Здесь недалеко есть, в двадцати километрах, еще одно село. Там сохранился старый храм, деревянный старинный храм, который в советские годы тоже функционировал. И там служил священник. И вот я поехал к нему познакомиться, и как-то в разговоре, он уже старенький, он мне рассказал такую вещь. Там рядом с храмом, буквально в тридцати шагах, через дорогу буквально перейти. Вот храм – это дорога, и прямо через дорогу переходишь. Дом культуры сельский. И каждую субботу в советские годы, каждую субботу из этого сельского дома культуры вытаскивали колонки динамики и врубали на полную радио. Естественно, идет богослужение в храме в это время. Они прекрасно знали, и каждую субботу это делали. Приходилось смиряться, молились вот так. Было трудно, было сложно. Специально портили, так сказать, под праздники выносили, на Пасху ставили. Специально, чтобы портить верующим, так сказать, праздник и настроение. В советские времена были. Но ничего, терпели, смирялись. Так что я не знаю, какой силы была действительно музыка, что там невозможно было молиться или еще что-то. Но мне кажется, это тоже как-то странно, этот поступок. Вот, пожалуйста, здесь было. Я думаю, что не смертельно можно было потерпеть. Но это мое частное мнение. Больше ничего в качестве комментариев я по этому поводу сказать не могу. Следующий вопрос. Можно ли окунаться в источник не в специальной крестильной рубашке, а в купальнике? Это грех. А если нет рубашки, а окунуться хочется? Еще вопрос по поводу внешнего вида. Можно ли зайти в храм в брюках и без платка, если специально не собралась идти в церковь, а просто шла мимо и захотела зайти? Или все-таки лучше не заходить, а прийти потом в подобающем виде, чтобы не вводить в искушение себя, ни окружающих? Давайте я Вам расскажу один смешной и забавный случай сначала по этому поводу, а потом отвечу на Ваш вопрос. Здесь у нас есть в Самарской области такое озеро, на берегу которого храм. Там источник святой какой-то и место очень красивое. Я там, правда, не был ни разу, но знаю по фотографиям. И храм прямо на берегу этого озера. Место очень красивое. И туда приезжает очень много людей, так сказать, отдохнуть, покупаться в этом озере. Ну и случается, им приходит в голову зайти в храм. И вот однажды, значит, выходит из храм священник на паперть. Поднимается по ступенькам три девушки в купальниках. Он опешил от этого вида. А они, правда, остановились и спрашивают, а можно мы войдем свечки поставить? Он говорит, что нет. И они не стали настаивать. Они повернулись и пошли. А одна из них своим подругам говорит. Я же говорила, что бесплатка не пустят. Вот такой забавный случай. Что касается источников, теперь по поводу Вашего вопроса. На разных источниках есть разные правила. Обычно где-то там висят требования. Как вообще поблагословлено здесь купаться? Я знаю, что бывают разные случаи. Бывают специальные рубашки. Бывают, пожалуйста, купальники. А бывают такие источники, где вообще голяком купаются. Ну, дома закрытое, все закрыто. Заходишь, раздеваешься, купаешься, вылазишь, вытерся, оделся и пошел. То есть вообще голяком. Так что варианты бывают разные. И одного рецепта я сказать не могу. Но мое личное мнение, разницы вообще нет никакой. Что касается внешнего вида зайти в храм, в брюках, без платка, если Вы не собирались, а вдруг захотелось. Я бы сказал так, что да, зайдите, ничего страшного в этом нет. Потому что те храмы, в которых строго к этому относятся, обычно при входе там есть платки, которыми можно накинуть на голову, и еще какие-нибудь платки, которыми можно обвязать. Или даже юбки бывают. Так что Вы просто-напросто войдете. Если там на входе ничего этого нет, спросите, у Вас нет ничего такого, хотелось бы войти. Если Вам работники скажут, да нет, проходите, пройдете, ничего страшного. А если они скажут, да-да, сейчас, секундочку, раз Вам дадут, оденьте и все, и пойдете дальше. Пройдете и сделайте то, что Вам хотелось сделать. А потом, выходя, обратно все положите. У нас, например, в храме так и есть. И во многих других я это тоже видел. И в монастырях тоже так видел. Следующий вопрос. Прочитала сегодня о видении Паисия Святогорца о том, что он видел деток абортированных в пропасти. Они стонали и плакали, так как не могут себя спасти. Конечно, у Бога много обителей для некрещённых и бедных. Неужели они мучаются там? Я понимаю, что Вы там не были, точно сказать не можете. Но, может, есть какие-нибудь мысли об этом у святых отцов? Но у святых отцов всякое бывает. И мнения и такие, и другие мнения. Однозначно на этот вопрос ответа и у святых отцов не найдете. Я думаю, что у Бога всего много, и милость Божья на этих деток тоже распространяется. Другое дело, что нам не полезно этим себя успокаивать и думать, что ничего страшного. Будем продолжать в том же духе, Господь всё равно их помилует, и всё будет нормально. Всё равно мы должны думать, что мы их лишили много чего. И приходить к покаянию, и отношение соответствующее к этому иметь. А то, что Господь, вопреки нашим представлениям, что они будут где-то там удалены от Бога, что Он всё-таки к ним милость проявит, и всё у них будет хорошо, это дай Бог, чтобы так и было. Следующий вопрос. Когда Иисус говорил бодрствовать, в каком плане Он имел в виду? Можно ли, к примеру, днём часочка два поспать или нужно в течение каждого дня бодрствовать и строго соблюдать за собой? За тем, что приходит, что делаешь, о чём думаешь? Холодность и горячесть в вере – это как? Что это? Каким лучше всего быть? Почему тёплым лучше не быть? Как понять то, что Он тёплого извернет? Про бодрствование речь идёт не о том, сколько Вы часов спите, а о том, насколько Вы внимательны к своей душе. Бывает так, что человек и мало спит, и много работает, но за душой своей абсолютно не следит. Он в этом отношении пребывает в спячке, несмотря на то, что Он в бодрствующем состоянии, но за своими поступками, за своими словами не следит, не анализирует их нисколько. То есть, вот сказал слово, сделал, и не подумал потом, не вернулся, не проанализировал, не оценил, что это я сделал, правильно я сделал, неправильно, хорошо ли, плохо ли. Вот этого анализа нет, вот всё. А это должно быть не только пост, то есть потом, задним числом, но и в сам момент, когда ты это всё делаешь, сразу же должен думать, а нужно ли это, а не нужно ли это. Ты должен сразу думать, а с точки зрения Божьей, так сказать, правды и истины, правильно ли то, что я делаю, а хорошо ли это? Всегда анализировать, вот в каком смысле бодрствуйте, а не в том, сколько часов поспать ночью или днём. Холодность и горячесть в вере это как? Что это? Да как вам это объяснить? Вот, скажем, апостол Пётр был горяч в вере. С тобой, говорит, готов и на смерть, и в теницу, и куда угодно. Если это ты, вели мне пойти к тебе по воде. Ну, Господь ему говорит, ну иди, он вылез из лодки и пошёл. Это же надо было додуматься. Ну, вот такая горячесть у него, горячая, горячая. Вот это вот горячая. А холоден? Ну, вот посмотрите на наших соотечественников, у нас полным-полно людей холодных к вере. А тёплые – это мы с вами, ни рыба, ни мясо. Вот и всё. Каким лучше всего быть? Горячим. Но это чревато. Так, и ещё следующий вопрос. Нашему сыну 35 лет, он женат уже 12 лет, есть ребёнок, и вот у него проблемы с алкоголем. Боролись, как могли, и кодировали, и лечили в медучреждениях, но поняли, что ему это нравится, и мы уже не в силах ничего сделать. А вот жена ему позволяет напиваться один раз в две недели для того, как она говорит, чтобы не ушёл в запой. Понятно, что это порочный круг, и делать этого нельзя, но он в результате всё равно запивает, и она звонит всем нам, чтобы мы его забирали от друзей или сидели с ним, пока он не пропьётся. Или забирали его к себе, а он этого не хочет, и так далее. И когда мы отказываемся, так как мы не можем жить их жизнью, она перестаёт с нами общаться и всячески сына настраивает против нас, говоря, что он нам не нужен. Что нам делать? Это происходит все 12 лет. Я понимаю, что мы воспитали так сына, я каюсь в этом, но ничего не могу сделать уже, подскажите, пожалуйста. Да. Что вам здесь подсказать? Несёте вы очень тяжёлый крест по жизни. Вам можно всячески посочувствовать, поскорбеть с вами об этой ситуации. Это ужасно, конечно. Но мне кажется, то, что вы делаете, вы, наверное, делаете правильно, и больше вы не сможете сделать. То есть когда-то вы не отказываетесь, забираете, а когда-то вы и отказываетесь. Наверное, вы сами уже интуитивно нашли весь этот баланс, как себя правильно вести. Скорее всего, вам нужно просто продолжать в том же духе, ничего не меняя. Единственное, что вы очень сильно устали от всего этого, и пали духом, и сомневаетесь, вдруг вы что-то не то делаете. Ну, вот я говорю, что по моему мнению, по-моему, вы всё делаете правильно, и, наверное, лучше уже ничего и не сделаешь. Да. Помогаю Господь вам. Ну, я полагаю, что молитва у вас есть, и за него молитесь, это само собой разумеющееся, поэтому особо не подчеркиваю, не говорю. Помогаю Господь вам. Так, и последний на сегодня вопрос. У меня нет духовного отца, исповедуюсь у разных священников, и спрашивать совет о духовной жизни не решаюсь. Длительное время переписывалась с игуменом монастыря, привыкла к этому общению, но понимаю, это не выход. Конечно, понимаю причину того, почему батюшка всё чаще не отвечает на мои письма, ведь всё, что он мог, он мне дал, и на исповеди у него не бываю, а приехать нет возможности. Как мне настроить себя на доверие к другому священнику? Не виртуально. Мне необходимо советоваться иметь возможность часто исповеди у одного священника, близкого по духу. Об этом прошу Господа, но пока не получается. Как неправильно себя вести сейчас? А игумен, не могу за него не молиться, хотя никогда не видела. Время, 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 время лечит и время расставляет всё на свои места. Побудьте пока в том состоянии, в каком вы сейчас есть. Вот вы исповедуетесь у разных священников. Советов о духовной жизни пока не спрашивайте, ну и не спешите пока. С игуменом тоже он вам что-то там не отвечает. Ну и ладно, пока. То есть потерпите немножко. Как мне настроить себя на доверие к другому священнику? Не виртуально. Это придет со временем. Вы кого-то найдете, встретите, Господь укажет. Может, не сейчас, через какое-то время. А может быть, из тех, кого уже знаете, вы вдруг с кем-то начнете общаться. И увидите, что он может быть человеком, с кем посоветуетесь. То есть просто вам нужно ждать. Мне необходимо советоваться иметь возможность часто исповеди у одного священника близкого по духу. А вот об этом подумайте повнимательнее. То есть повнимательнее посмотрите в свое сердце. Что это за необходимость? Необходимо советоваться иметь возможность часто исповеди. Для чего это вам? Зачем? Что вами движет? Может быть, я вам скажу, что, например, иногда бывает, что ищут частые исповеди и советоваться, потому что хотят переложить ответственность за принимаемые решения с себя на кого-нибудь, на священника. Потому что если ты сам принимаешь решение, то ты за это и отвечаешь. А если ты подошел и батюшке спросил, он тебе что-то сказал, вроде как батюшку благословил, и ты вроде как и не виноват. Перекладываешь ответственность себя на священника. Может быть, у вас вот эта необходимость, которую вы ощущаете, часто исповеди и советов, может быть, она тоже связана с привычкой или желанием не брать на себя ответственность за те или иные решения в своей духовной жизни. Может быть, и промыслом Божьим даже так получается, что Господь не указывает вам никакого духовника для того, чтобы вы научились брать на себя эту ответственность. Потому что духовник – это не способ уйти от ответственности. Вовсе нет. Поэтому об этом хорошенечко подумайте, в свою душу загляните, в сердце своем покопайтесь, присмотритесь к себе. И не на сегодняшний вечер или утро, а вообще, в какое-то время, внимательно-внимательно. В общем, в этой ситуации вам нужно потерпеть. Помогай Господь всем вам! Благодарю вас за вопросы! Всех благ!